Противостояние между премьер-министром Армении и председателем конституционного суда достигло апогея. Никол Пашинян прилюдно заявил, что Граер Тавмасян занял свой пост путем мошенничества. Вдобавок премьер-министр обвинил Тавмасяна в попытке подкупить его с расчетом на дальнейшее взаимопонимание. Граер Тавмасян был избран председателем конституционного суда Армении путем тайного голосования в парламенте в марте 2018 года. То есть аккурат накануне известных событий, которые нынешние власти Армении предпочитают называть бархатной революцией. Таким образом, Тавмасян фактически достался новым властям в наследство отпавшего режима. Это обстоятельство едва ли могло обрадовать Пашиняна, учитывая намеченные им планы по расчистке политического поля. Тавмасян упорно игнорировал прозрачные намеки на то, что ему не рады в постреволюционном Ереване. Стало понятно, что он не сложит полномочия на добровольной основе. Посему было принято решение применить более эффективные меры воздействия. В октябре минувшего года по инициативе правящей фракции «Мой шаг» парламент обратился к судям Конституционного суда с предложением объявить импичмент Тавмасяну. По мнению партии власти, Тавмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска экс-президента Роберта Качаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. По сути, имелось в виду, что Граер Тавмасян может воспользоваться служебным положением, чтобы вызвались Качаряна из тюрьмы. Между тем, Конституционный суд наотрез отказался рассматривать это обращение. Таким образом, провалилась еще одна попытка добиться отставки Тавмасяна, что называется «малой кровью». Последующие действия власти оказались куда более жесткими. В конце 2019 года против Граера Тавмасяна было возбуждено два уголовных дела. Сначала главу Конституционного суда обвинили в узурпации власти вместе с бывшим спикером парламента Ара Баблояном. Подразумевается, что Тавмасян был избран председателем Конституционного суда с грубыми нарушениями закона. Затем Граеру Тавмасяну было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в бытность министром юстиции Тавмасян провернул махинации с недвижимостью. Согласно обвинению, он принудительно купил принадлежавшие нотариусам офисы в центре Еревана, а затем заставил нотариальную палату взять эти помещения в аренду. В качестве меры пресечения в отношении Тавмасяна избрана подписка о невыезде. В Гемпрокуратуре Армении особо отметили, что вменяемые Тавмасяну деяния не связаны с его деятельностью на нынешнем посту. И тем самым нет необходимости в преодолении усложненной процедуры его уголовного преследования. Сам Тавмасян категорически отвергает все обвинения в свой адрес, утверждая, что стал жертвой преследований по политическим мотивам. Так или иначе, механизм был запущен на всю катушку. На днях специальная следственная группа провела обыск в квартире Тавмасяна. Судя по всему, кольцо вокруг председателя Конституционного суда Армении сжимается. Подлить масло в огонь были призваны последние заявления премьер-министра Армении. Никол Пашинян рассказал на пресс-конференции, что еще в мае 2018 года Граер Тавмасян всячески старался добиться его расположения. В частности, по словам Пашиняна, председатель Конституционного суда подарил ему дорогущую ручку, причем сделал это в предельно льстивой манере. В качестве доказательства премьер-министр опубликовал в соцсети фотографию злополучной ручки. По оценке экспертов, стоимость предполагаемого президента составляет более 500 евро. Сам Пашинян воздержался от оценок, отметив лишь, что был в шоке, когда выяснил стоимость ручки. Следует отметить, что история с ручкой не показалась убедительной большинству сторонних наблюдателей. В армянском сегменте соцсетей стремительно распространяются интернет-мемы с так называемой ручкой Тавмасяна. Как нетрудно догадаться, в невыгодном свете предстает отнюдь не сам Тавмасян. Не заставило себя долго ждать и реакция самого главы Конституционного суда на иллюстрированные воспоминания Пашиняна. Граер Тавмасян поручил своим адвокатам подготовить против премьер-министра судебный иск о клевете. При этом особого внимания заслуживают его слова о том, что процессы вокруг Конституционного суда свидетельствуют о глубинных проблемах в Армении. Тавмасян подчеркнул, что международное сообщество хорошо осведомлено о происходящем в стране, авторитет которой падает все ниже и ниже. По его словам, бывший директор службы национальной безопасности Артур Ванитян хорошо знал, о чем говорил, критикуя стиль руководства нынешних властей. Упоминание Ванитяна в контексте политических процессов в Армении едва ли случайно. Оно свидетельствует о том, что экс-глава службы нацбезопасности все прочнее утверждается в роли главного оппонента Пашиняна. Это особенно заметно на фоне предъявленных недавно Ванитяну на уровне провластных СМИ обвинений в подготовке госпереворота. Сам Ванитян, кстати, особо не скрывает своих амбиций. Есть ощущение, что он постепенно переходит в атаку. После последней пресс-конференции Пашиняна Ванитян призвал правящую партию срочно задуматься о новой кандидатуре на пост премьер-министра. По его словам, эта необходимость продиктована соображениями национальной безопасности. Таким образом, история с ручкой лишний раз обнажила суровые политические будни Армении. Похоже, намечается серьезный кризис, последствия которого вполне могут быть сопоставимы с пережитыми весной 2018 года. На этом точка.